О, пропустили. Луис Суарес. Это Луис Суарес. Великолепный, потрясающий бомбардир. Еще раз напомню, что он сейчас лучший бомбардир южноамериканской отборочной зоны чемпионата мира 2014 года. И вот он вскрывает сейчас оборону вместе своими партнерами, ну и ворота Вячеслава Малафеева. Давайте посмотрим, как это было. Не сближаясь с защитниками, а лишь чуть продвигаясь к центру, Тут надо отметить, наверное, то, что несколько инертны были Юрий Жирков и Сергей Игнашевич. Обработав мяч и отправив себе его под левую ногу, Луис Суарес забивает ворота сборной России. Счет открыт. Это уже случилось. Не будем переживать, не будем млить слезы. Вспомним о том, что у нас в составе появился качественный... Поднят флажок бокового арбитра, друзья мои. Не поднят. Один-один! Один-один! Один даже не вскочил со своего места. Он был готов ко всему. И Александр Киржаков. Смотрите, как случилось. Пяти минут еще не прошло. Пяти минут. С начала второго тайма вот здесь вот этот момент на линии, на тонкого. Знаете, можно было бы поднять флажок бокового, но я этого не сделал. Возможно, потому что к моменту уругвайского гола я вам уже успел назвать состав уругвайской атаки. А вот состав судейской бригады на второй тайм объявить еще раз не успел. Зацепил Муслера правой рукой этот мяч, но все-таки гол. Вот он, один из боковых. К сожалению, своему я не знаю, кто это именно. Николас Зиберт или Патрик Линнкамп. Но одна из названных мною фамилии...